Это проект Смотри Хабаров в студии Мариана Гейт. Поражающие новости вычитала на сайте Краевого УМВД. Одна женщина собственными руками передала мошенникам 3 миллиона рублей. В случае из Комсомольска это и наша хабаровчанка намеревалась делать то же самое, но заметив обеспокоенное поведение женщины, сотрудники банка проявили бдительность и сохранили ей 750 тысяч рублей. Подробности этих поучительных историй мы знаем у временно исполняющего обязанности начальника управления МВД России по Хабаровску полковник полиции Андрей Кокорин у нас в студии. Андрей Викторович, обратите внимание, и в том и в другом случае участники женщины, возраст их 76 лет, неужели это самая уязвимая категория, если мы говорим про мошенничество по телефону? Ну не прям самая уязвимая категория. На самом деле попадаются на уловки мошенников и граждане более молодого возраста, но пенсионеры страдают у нас чаще всего. Сейчас я предлагаю более подробно рассказать об этих случаях, так как я лично считаю, что просто фразы, будьте внимательны, будьте бдительны, их недостаточно просто-напросто, а это инструкция по применению, как не надо делать и что вы можете услышать от этих людей. Вот, например, лжеменеджер финансовой организации убедил женщину из Комсомольска на Амуре, мы про этот случай сейчас говорим, об наличии деньги под угрозой, что из-за утечки данных ее средствами сейчас могут распоряжаться кто угодно. Прислали за ней автомобиль, представляете, они заранее договорились, что передачу денег она произведет в Хабаровске, привезли ее сюда. В каком-то дворе Хабаровска она передала главному специалисту, он, конечно же, это тоже мошенники банка, и он положит эти деньги на безопасный счет. И таким образом она передала 2 миллиона 600 тысяч, и как только ее привезли обратно, ей тут же позвонили и выманили еще 430 тысяч рублей, и их ей уже пришлось занять. Вот такой первый случай. И второй случай, я думаю, вы подробнее расскажете, он случился буквально вчера, на прошлой неделе, а вчера это появилось в сводках. Да, я бы хотел сказать, по первому случаю, вы сейчас воспроизвели, вот, ну, самый, наверное, наиболее такой распространенный вид мошенничества. Когда звонок поступает человеку, да, там будущие жертвы, и ему вот обрисовывается ситуация, что ваш счет каким-то образом скомпрометирован, деньги могут быть похищены, ну и, соответственно, то есть представляются сотрудникам банка, сотрудникам правоохранительных органов, там, центрального банка и так далее, и предлагают, то есть эти деньги сберечь, вот, перевести на безопасный счет. Но сразу проблема мне видится вот в чем? Не нужно выслушивать эти истории, сразу бросать трубку? Да, совершенно верно. Вот самый лучший способ – это просто повесить трубку и прекратить разговор. Звонок будет с незнакомого номера, никогда не будет сотрудник правоохранительных органов, ну или какой-то там иной службы, да, там, банковской системы, например, предлагать вот какие-то такие манипуляции с денежными средствами с вашими. Сто процентов это здесь нужно понимать, что это мошенники действуют таким образом. И вы можете, ну, потерять достаточно крупную сумму денег. Как в этом случае более трех миллионов. Да, а второй случай, вот, у нас как раз, да, произошел на прошлой неделе, город Хабаровск, то есть гражданка тоже пожилая, как вы уже сказали, да, пенсионер. Провестница они, 76 лет. Да, аналогичный способ, да, совершения преступления. И уже пришла, то есть она обратилась в один из известных банков и хотела взять кредит, ну и перевести эти деньги также там на безопасный счет. Тут написано депозит, да, она снимала свой депозит. Да, значит, депозит, да, все верно. 745 тысяч рублей, если быть точным. 745 тысяч рублей, да, такая же схема, то есть перевести на безопасный счет. Обратилась в банк, бдительные сотрудники банков увидели, ну, что все-таки женщина как-то нервничает, ведет себя нестандартно. Хотя упорно утверждала, что она планирует купить дачу. Да, вы знаете, мошенники, потому что, ну, тоже эти ситуации предвидят и дают конкретную инструкцию, инструктируют на этот счет, что у вас, если вас будут спрашивать, ну, вы скажите, вы хотите совершить какую-то крупную покупку. Вот, ну, в данном случае, то есть конкретно она назвала дачу. Спасибо большое сотрудникам банка, да, это на Красной Речке случай был. А также Анатолий Саморуков, это участковый, который докопался до всего. Да, участковый первого отдела полиции, то есть, ну, провел беседу. Женщина упорно не хотела ему верить, то есть, ну, настолько внушаемая, да, вот оказалось ей мошенники. Но не угрожали, угрожали тем, что если она расскажет всю информацию, которую уже знает, то она пойдет под суд. Вот, вот, различные способы, главное, вот, к своей воле, да, так скажем, человека принудить и получить с него деньги. Мы сейчас рассказали два самых распространенных случая. Какие еще все-таки истории существуют? Ну, различные могут быть вещи. Например, такая история, как поступает также звонок с незнакомого номера. Человек представляется сотрудником брокерской фирмы, предлагает инвестировать в какой-нибудь высокодоходный вид бизнеса. Ну, также, соответственно, ведется, да, там, диалог, то есть, рассказывается много всяких разных вещей, какие есть, там, прекрасные, там, не знаю, акции, у которых, там, рост 100-120%, буквально за короткий промежуток времени. Ну, и люди также начинают расставаться со своими денежными средствами. Могут, да, попросить сначала, там, вложите небольшую сумму и даже вернуть, то есть, обратно, да, уже с какими-то процентами. Ну, я думаю, здесь идет расчет все-таки на более средний возраст. Да, средний возраст, ну, и когда уже... И, наверное, даже молодых людей. Азарт, да, то есть, вот, захватывает. Ну, и в последующем, то есть, и так же люди могут, там, и взять кредит, и чтобы получить очень хороший, да, там, доход. Но в какой-то момент, конечно, это общение прекращается, и деньги похищаются таким способом. Да, и чем страшно такое общение, тем, что записывается в том числе и твой голос, а сегодня мошенники, они вполне себе тратятся на нейросети, которые окупаются, как мы видим, да, по суммам, которые получаются в них. Да, здесь можно, если... Используя твой голос, они же потом точно так же твою интонацию, твой голос могут звонить твоим родственникам, вымогать уже. Мы проводили, да, вот анализ такой, ну, вот вы затронули, что суммы и окупаются, да, что у нас сейчас по городу Хабаровску ущерб от таких видов мошенничеств свыше 300 миллионов рублей. Ну, то есть достаточно серьезно. Это за какой период? Это с начала этого года? Это вот с начала этого года, да. С начала этого года и вот, ну, фактически так вот, за 9 месяцев, скажем. В неделю, то есть, ну... А сколько заявлений подано? Заявлений, ну, давайте так скажу, то есть у нас в день где-то в среднем 7-10 заявлений, 7-10, представляете, таких мошенничеств по городу Хабаровску происходит. Это за какой период? За неделю подается столько? Вот нет, это я вам говорю, за один день. А за один день? Ну, за неделю можно посчитать, да. Ну, за неделю ущерб где-то, ну, миллионов 5-10, ну, в зависимости, вот как вы назвали, да, там, с Комсомольска, да, женщины случаются. Просто ли эти цифры, эти факты поражают? Что с раскрываемостью? Работаем. Раскрываемость, знаете, здесь преступления, ну, на самом деле, надо сказать, что они сложно раскрываемые, но тут основной упор мы делаем на профилактику. Вот, то есть и распространяются памятки соответствующие с основными, да, где указываются основные виды мошенничества. Таких по городу Хабаровску, вот, ну, за текущий год, да, это больше 50 тысяч вручили. Больше 50 у нас встреч с трудовыми коллективами проведено, где, вот, ну, наши сотрудники доводят наиболее распространенные схемы мошенничества. В общем, работа эта вот строится, именно, вот, ну, нужно профилактировать, потому что преступники очень хорошо защищены. 99% случаев это не территория Российской Федерации, обращаются нам из стран ближнего зарубежья, ну, бывших стран, входящих в Советский Союз. Поэтому раскрываемость и найти преступника, конечно, здесь, ну, определенные сложности вот такие вот вызывает. Да, еще вот хотелось бы сказать и довести, да, на наших граждан, до жителей города Хабаровска. Еще один случай такой вот наиболее распространенный, это, получается, когда взламывается аккаунт, то есть у человека, да, там, на телефоне, вот, и от лица этого человека рассылается письма, то есть на WhatsApp сообщения идут, и в этих письмах, там, озвучивается просьба занять в определенную денежную сумму. Ну, соответственно, люди видят, причем приходят, то есть, ну, это сообщение, все, фамилия, имя, отчество, там, ну, как там записан человек, и, ну, охотно соглашаются на это, переводят денежку, там, соответственно, конечно, дается номер карты совсем другой, которую человеку этому не принадлежит. Ну, вот, в последующем, то есть, таким образом, мошенники похищают деньги. Потом, пока узнает этот человек, у которого взломали аккаунт, уже проходит какое-то время, и может вот так вот его два-три знакомых, то есть, пострадать. Андрей Викторович, знаете, у меня как-то взламывали телеграммы от моего имени, что я, что-то у меня сгорел дом, что-то такое, и один человек мне только позвонил и уточнил, так ли это. А все остальные, я прихожу на работу, уже многие тут, паника, собираются Марьяне помочь, понимаете? И хотели уже, наверное, да, там, перевести деньги и так далее. Да, и я... Ну, вот я именно про это и рассказывал, да. Вы бы видели и глаза, когда я пришла на работу, они такие, а что, у тебя же пожар. Все верно, так и пишется, ой, я попал там в сложную жизненную ситуацию, ну, помоги, пожалуйста, там, займи 50 тысяч, вот, ну, переведи на эту карту. Позвоните, уточните, тем более, это ваш знакомый. Обязательно, да. Андрей Викторович, большое спасибо, что пришли к нам. И очередной раз мы предупреждаем всех вас и передайте своим близким, бабушкам эту информацию. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте, хабаровск.ру. Я, Марьяна Гейт, прощаюсь с вами. До свидания, будьте бдительны. Редактор субтитров А.Семкин